В Беларуси единый день информирования, традиция и уж точно неформальность. Общение с коллективами своего рода, диалог без посредников. Тема очередного разговора – киберпреступность. Площадка – студия телеканала «Бобруйск-360» в роли докладчика министра информации. Кроме безопасности в интернете, Владимир Перцов говорит и о медиасфере. В частности, в центре внимания, жизнь и развитие региональных СМИ. Задача стоит сейчас по созданию таких медиахолдингов, как ваш. Этаких медиа-экосистем в регионе, когда вот этот медиа-эгоизм, когда газета сама по себе, телевидение само по себе, если есть радио, то оно само по себе. Или несколько районов, там несколько изданий, мы будем немножко с этим бороться. Потому что пользователь должен получать, вы прекрасно это понимаете, единый пакет в целом. То есть зайдя на какой-то ресурс, пользуясь каким-то ресурсом, он должен получать и новости, и какие-то аудиоподкасты, и видеоматериалы, если нет полноценного телевидения. И, ну, наверное, в этом есть будущее региональной прессы. По словам министра, телевидение, радио, интернет-источники в приоритете у общества, но и про печатные СМИ никто забывать не собирается. Самый верный способ – это адаптироваться под современные реалии. При достижении контакта с аудиторией расти начнут все показатели. От тиража до получения прибыли. Финансовому здоровью региональных медиа также способствует и поддержка местной вертикали власти. Со стороны горысполкома мы реально всегда поддерживаем. Есть конкретные задачи, которые поставлены и по обновлению нашей студии, проведению дополнительного и покупки оборудования, для того, чтобы мы могли уже на более профессиональном уровне проводить и открытые диалоги, совещания такие, для того, чтобы можно было информировать о тех делах, которые делаются в городе. Кроме диалога, Владимир Перцов знакомится с жизнью телеканала «Бобруйск-360», радио «Зефир-ФМ» и редакции «Газеты». Не обходит стороной и типографию имени Непогодина. Работа последней напрямую зависит от конкурентоспособности белорусских предприятий. В этом году в стране скорректирован порядок маркировки товаров. С 8 июля код будет единым, что приведет к снижению стоимости изготовления контрольных знаков. Новшество, признанное обеспечить защиту прав потребителей. Также это дополнительный барьер на пути подделок, считают эксперты. Следующая локация – «Красный пищевик». Сладкая фабрика не случайно попала в список рабочего визита. Собственная газета, YouTube-канал, аккаунты в социальных сетях. Предприятие активно продвигает себя на медиарынке. Побывать здесь и не попробовать знаменитый «Бобруйский зефир» просто нереально. Владимир Перцов пошел дальше, лично поучаствовал в создании кондитерского шедевра. В завершении визита министр отмечает создание экосистем, телевидения, радио и газет – приоритет развития медиапространства на периферии. Тем более региональные СМИ не значат низкий уровень работы. На деле все с точностью наоборот. У вас достаточно неплохой уровень телевизионных материалов. Даже не говоря о районных редакциях. Даже можно где-то сравнивать и с областными, и даже с республиканскими. У вас достаточно высокая оперативность. Вы выкладываете видео сразу, фрагментарно, а потом и выпуски новостей. Достаточно оперативно после выхода в эфир. Здесь информационная актуальность очень важна. И оперативность вашей работы очень важна. Ну и в целом то, что вы делаете, востребовано зрителям и слушателям, и читателям. А мы работаем ради наших читателей и зрителей. Нет другого принципа, кроме конкуренции, интересности, кроме продажи глаз и ушей. Ведь если нас не будут смотреть, читать и слушать, мы никому не нужны. Ради этого мы работаем. Визит министра информации – знак правильного развития медиахолдинга «Бобруйская житё». Но это одна сторона медали. Вторая – возможности для реализации потенциала масса. Главное – правильно ими воспользоваться. Для нашей редакции это развитие нового интернет-портала, который будет включать в себе новости не только нашего города, но и наших соседей, а также это разработка новых мультимедийных проектов. «Бобруйская житё» – это команда настоящих профессионалов. Мы пишем о людях, мы слышим главные вопросы, мы видим острые проблемы. Мы называем вещи своими именами. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.